Перед вакцинацией пациент направляется на осмотр. Здесь стандартно измеряют температуру, давление, содержание кислорода в крови, уточняются имеющиеся заболевания. Показатели у Марьям Вухарц в норме, противопоказаний врач не выявил. Думали, размышляли, потом решили, что это все-таки в наше время необходимая вещь, что нужно. Если хочется быть спокойным за свое здоровье, то вакцинироваться нужно. Спокойно за свое здоровье и Асия Сафина. После сомнений все же решила привиться от коронавируса. На вакцинацию заранее не записывалась, просто пришла в поликлинику и получила свою дозу спутника ВИ. Ну да, это кто-то боится. Вот я тоже до этого сомневалась как-то, а вот сейчас решила уже вакцинироваться, поэтому надо, значит, как говорится, всем уж. Неделя иммунизации проведена Центром общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с медиками поликлиники номер 3. Сделать прививку здесь мог каждый, но особое внимание уделили старшему поколению от 60 лет. Даже если у них достаточно много какие-то хронические заболевания, мы смотрим, да, то есть есть ремиссия, то есть никаких нет ухудшений, мы их берем на вакцинацию. То есть мы после вакцинации смотрим, да, потому что у них очень много вопросов, скажем так. Заполняя анкету, Роза Хафизовна отмечает свои хронические заболевания. В вопросе, делать или не делать прививку, доверилась совету своих детей и докторов. Иначе никак, говорит, жить хочется и внуков нянчить. Ну у меня хроническое заболевание, сахарный диабет и кардиологическая инсульба у меня. Оба врача говорят конкретно, чтобы я вакцинировалась, поэтому я уж против не пошла. За неделю было вакцинировано 850 человек, из них 25 старше 60 лет. В первые дни после вакцинации медики советуют не посещать баню, не массировать и не натирать место укола. И главное, не забыть привиться вторым компонентом вакцины. Катерина Машинцев, Вальшат Бахтиев, Новости Юго-Востока.